рынок порта называется меркада у них все рынки огромный конечно рынок в самом центре так вот я что хочу сказать друзья для тех кто может быть еще пока не очень сориентировался мое для вас такое пожелание не покупайте на рынках в общем то практически ничего если тем более вы еще не знаете цену вообще этого продукта я хочу сказать что обычный супермаркет тут фриза по моему называется еще как-то но их тут много разных обычный магазин супермаркет не базар так вот там все вы можете купить дешевле то же самое качество а цена дешевле в 2 той в три раза вот например по хамону я могу сказать что здесь на рынке хамон самый дешевый 30 евро за килограмм вот а в магазине там выбор огромный и можно даже за 15 купить а то и за 11 евро килограмм но можно и за 100 конечно купить но это надо сильно разбираться а то что вам здесь за 30 евро предлагают это тоже самое по моему что супермаркете продается за за 20 или за 19 за 18 вот так такая же история у меня была с рыбой в испании я побежала на рынок сразу же конечно и купила там рыбу а треску от огромной рыбины мне килограмм отрезали за 18 евро а потом я купила по испански любина по моему называется вот этот самый сибас так вот одна рыбка сибаса она тоже стоила 18 евро килограмм и рыбки были такие мелкие если крупные то вообще 22 евро килограмм а потом я зашла в обычный супермаркет в обычный магазин и обнаружила с удивлением что такая же точно рыбка сибас продается за 9 50 евро представляете да поэтому вот и предупреждаю но и еще берегите кошельки сразу хочу сказать будьте бдительны вообще как мне тоже объяснила надежда которая 30 лет живет в испании то там в основном вот эти вот цыгане она говорит что половина испанцев это цыгане джипси как они тут называются так вот эти цыгане и даже в магазине вас могут обмануть обдурить совершенно странная история никогда бы я не поверила но прям сразу и сама столкнулась когда я оферта по скидке купила хамон за 11 евро а у него цена была 19 обычная она мне приспокойно на голубом глазу повзвесила 200 грамм и написала без всякого оферта без всякой скидки написала цену 19 я подошла к кассе только тогда увидела вернулась в общем разбиралась как бы знаете попыталась ей объяснить они же сразу делают вид что они ничего не понимают но и потом она очень недовольно все пересчитала она даже не извинилась ничего по моему даже знаете выразила недовольство что я вообще увидела вот такую вот проблему что она меня сразу же попыталась надуть а это знаменитые португальские сардины в разных банках разные компании наверное видите насколько их много насколько они разные и это все сардины можете попробовать вот такие мутербродики и здесь написано что вы можете попробовать так оказывается здесь 1 за 6 2 за 10 и 10 за 16 вот это выглядит вот эта тарелка с разной рыбкой 16 евро по-моему это уж слишком дорого как вы считаете друзья и это еще она докладывает тунца кусочки сардины очень привлекательно выглядят конечно они похожи на шпроты наши прибалтийские но вот смотрите цена я ее только что увидела одна банка за 4 и 3 за 10 здесь 5 и 13 а это видите 1 банка 6 и 16 вот такая дороговизна хотела показать вам как они здесь ойстер открывают очень ловко вот видите вот такая вот тарелочка 8 евро маленькая а большая за 12 вот там купили видите а штучно ойстер стоит ван фифти евро но у нас он стоит один фунт одна штучка вот наверное сейчас опять она будет открывать я так думаю а нет она наверное и положу туда на витринку ну классно конечно с шампанским на витринку она кладет большая и маленькая тарелочка и здесь эти ойстерс обычно знаете как их едят сырыми просто открывают а креветочки вареные берете бокал а сары берете бокал белого вина обычно и вот вам здесь чистят смотрите как он будет чистить ее все чистят по-разному ну в общем конечно маленькими ножик маленьким ножичком в грязной воде пополоскал да это как раз стол со специями для этих ойстерс я вот знаю только лимон остальное все какие-то специи это по моему розмарин и даже сухарики очень интересная история здесь соленой треской посмотрите соленую треску посмотрите на нее цены и вот мне сказали что это соленая треска это самое самое главное и важное что я должна попробовать когда приеду в португалию что здесь это треска вот как раз местное блюдо она также продается расфасованная по разным разные кусочки разная цена видите и вот говорят что португальцы умеют ее специально готовить как-то очень вкусно и предлагали мне знаете я сразу вспомнила город архангельс там же тоже треска еды и тоже вот такую соленую треску они кушают все пересекается сухие грибы и вот знаете говорили мне что нельзя переедать вообще ничего нельзя переедать мне очень нравится хамон испанский сейчас покажу вам здесь царство хамона вот такой магазин и можете всякие разные заказать всякие разные попробовать вам нарежут и дадут но я уже столько пробовала этого хамона что по-моему я что-то уже напробовалась на на всю оставшуюся жизнь знаете точно вам говорю я уже объелась маленькие кафешки испанские с мороженым со сладостями разными специальный портвейн вот я понятия не имею что здесь пробовать вот это я помню я пробовала в португалии как-то даже называется но больше и я не в курсе португальские сладости в кафе улитки конечно огромные здесь португалии я сейчас спускаюсь вниз туда к реке там говорят красивейший вид а вот но и показываю вам по пути то что вижу идем дальше к реке посмотрите какая впереди толпа людей ссори как в очереди стоят проходят но и что здесь хорошего поясните мне те кто никак не может увидеть людей тем кому мало людей обратите внимание я вот такое стол столпотворение как-то не очень воспринимаю и мне не нравится вот еще милостыню просят бездомные чаще всего с собаками иногда с детьми очень много также сразу бросилась в глаза что по сравнению с испании в порта намного грязнее ну и вообще же говорят что португалия более бедная страна я вот составлю свое впечатление и вам об этом расскажу конечно же попозже сейчас мы просто сходим обозреваем окрестности здесь даже похоже что-то типа демонстрации что ли или чего сейчас поближе подойдем потому что слышите там барабаны песни какие-то по моему молодежь да вот так видите школьники португальские устроили концерт а танцует судя по всему учительница она по моему даже седает хотя сейчас вообще трудно определить ну сколько лет самое интересное что не вижу мужчин только девушки одни дети может гимназии на какая-то благотворительная акция устраивают они сказали что-то по португальски я не поняла но и пошли сразу с шапкой по кругу да что еще хочу сказать мои первые впечатления о португалии я уже начала вам говорить но меня порадовало то что здесь почти все знают английский язык вот это вот как-то странно даже но и действительно знают английский язык молодежь вообще сто процентов знает английский язык потому что они его школе изучают как мне объяснила девушка с которой мы ехали в автобусе из сантьяго спорта а вот ну а потом я встретилась еще здесь нет скопление такое людей не моя история я даже потеряла нить что я хотела вам сказать я помню что у меня португалии украли кошелек наверное тоже помните те кто смотрит мои видео я рассказывала как у меня в порту вытащили кошелек а когда я прилетела в лондон и у меня ни копейки денег для того чтобы мне взять автобус и доехать до дома была история конечно веселая и уже даже я расстраивалась не из-за того что у меня кошелек с деньгами и со всеми карточками украли а о том как мне добираться вообще домой если такая возможность вот но ладно значит теперь после этого португалия как-то мне боязно здесь гулять при том что меня уже дважды предупредили о том чтобы я держала подальше свои деньги и о том чтобы было очень внимательно и очень часто воровство разрезают сумки вытаскивают из рюкзаков поэтому я уже побаиваюсь уличные музыканты очень специфическом наряде играет прекрасно на саксофоне конечно же мне моя карта навигации показывает что я здесь совсем недалеко от кафе majestic а и еще также точно недалеко от книжного магазина здесь как-то немножко поменьше людей так сразу приятнее идти сегодня у нас 25 25 апреля вторник и сегодня в порта плюс 22 вы видите прекрасный солнечный день замечательный а уезжала я из испании из солнечного сантьяго до компостела там было плюс 10 и моросил дождик вот так вот как по-разному все но хотя я уезжала рано может быть и там тоже наладилась погода вот такая гитаристка девушка практически не слышно он за этой женщиной которая страшным голосом кричит о скидках своих носок.